Продолжение следует... Сегодня лекция такая немножко экспериментальная. Я за вчера и за сегодня утром подготовил новую тему. Посмотрим, как она у нас заработает. Вот Арсений с нами нынче дистанционно. Привет, Арсений. Сначала совсем чуть-чуть про VirtualBox. Тут люди спрашивали, как всё работает. Как работает сокат, вот это всё. Ну, я не буду в этом семестре уже ещё раз рассказывать про сокат, чтобы не получилось это три раза за время. Значит, просто напомню, что в нашем скрипте у нас есть несколько сценариев для лекций. В скрипте, который VB Connect, в нём сокат запускается вот таким вот образом. Сокат минус. Минус – это значит чтение со стандартного ввода. CFMakeRow – это означает, что режим ввода, со стандартного ввода переключается из обработанного, где у вас можно посылать сигналы, где можно всякие… Короче говоря, из обработанного режима в необработанный. Эхо 0 означает, что когда мы нажимаем на клавишу на стандартном вводе, она не отображается. Она будет отображаться только тогда, когда нам пришлют. Вот. И Escape 15 означает, что символ с кодом 15 является… По получению символа с кодом 15, сокат останавливает ввод. Ей сам останавливается. Символ с кодом 15 – это Ctrl-O. Поэтому в нашей консольке, если мы пользуемся этим самым VB Connect, нельзя нажимать Ctrl-O, иначе мы отключимся от машинки. Вот. Ну, а в принципе, да. Значит, примерно то же самое можно сказать про другие скрипты, которые мы запускаем. Они запускают в основном в BoxManage и разные команды. ModifyVM, который модифицирует при клонировании, модифицирует содержимое. CloneVM, который клонирует. StartVM, который поднимает машину. ControlVM, который, например, используется для выключения. Вот. И для удаления используется AdregisterVM. Опять-таки, можно посмотреть, как это делают наши скрипты. Более того, вы это видели не один раз, потому что я специально сделал в скриптах, чтобы команда в BoxManage выводилась на экран. Все остальные логики не выводятся, а тот в BoxManage, в котором что-то происходит, выводится на экран. Вот. Если вы хотите разобраться в BoxManage самостоятельно, бог вам в помощь. Но документация выглядит вот так. Вот. Это явно командная строка нездорового человека. У меня много претензий к этим людям. Вот. Я уже жаловался про то, как они с локалью работают вообще феерично. Вот. Ну, в общем. А мы с вами сегодня поговорим про трансляцию сетевых адресов. Трансляция сетевых адресов – это такая штука, интересная, если она по-русски, должна быть, которая позволяет вам подменять один IP-адрес, исходный компьютер, на другой. В процессе передачи пакетов из одного интерфейса на другой. В процессе передачи пакетов через ваше устройство. Как ни трудно догадаться, трансляция сетевых адресов – это, вообще говоря, часть межсетевого экрана, часть функций фаервола. Но про фаерволы мы будем говорить очень мало в этом семестре, потому что про фаерволы нужно читать целый курс. Вот. У меня он есть, но времени нет его прочесть. Поэтому мы с вами будем говорить только про то, что нас интересует в контексте именно уровней TCP-IP. Дело в том, что трансляция сетевых адресов, как это неудивительно, хотя мы транслируем сетевые адреса, то есть адреса уровня IP, уровня третьего, как правило, чаще всего задействуют для того, чтобы она вообще работала, информацию с уровня 4, с уровня транспортного. И вот почему. А, если зачем нужно. Зачем нужна трансляция сетевых адресов? Трансляция сетевых адресов нужна для трёх вещей. Вещь первая, связанная с спецификой протокола IPv4. Вещь первая, это тот факт, что IP-адресов на всех не хватает. Тех, которые четырёхоксетные, их мало. И, как правило, внутренние сети во всех заведениях имеют диапазон адресов внутренний. Давайте запустим какой-нибудь терминальчик, мы сразу всё это увидим. А исторические создания надо именно этим угодно? Нет, не только. Всеми тремя. Всеми тремя. Вот, смотрите. Вот мой компьютер. Он присоединён аж к двум сетям, к некоторым проводам, ещё и к Wi-Fi. И Wi-Fi, и провод имеют, как мы знаем по лекции из уровня 3, и внутренний диапазон адресов. Это адреса, которые можно раздавать в неограниченном количестве, каким угодно машинам, лишь бы они в интернет не лезли. Ни вот это, ни вот это. Вот. Для интернет-адреса, чтобы потом кто-то заменял? Нет, не в смысле, чтобы их потом кто-то заменял, а в смысле, что их не пускают в интернет. Пакет с вот таким IP-адресом не будет смашутизирован никаким провайдером. Это чисто для внутренней сети, совершенно справедливо. А вот для того, чтобы мы могли выйти куда-то с моей машины, например, в интернет, вот этот адрес, с которого мы выходим, должен быть заменён на какой-то адрес из внешнего диапазона. Допустим, мы сейчас зайдём куда-нибудь. Куда мы можем зайти? Какая эта штука? Вы о чём? Вы про что задаёте вопрос, Алексей? Да, мы можем выйти в интернет с виртуалки. Более того, мы можем выйти в интернет даже с моего лекционного компьютера, несмотря на то, что в нём адрес вот такой. Я сейчас размышляю над тем, есть ли у меня какой-нибудь аккаунт напрямую куда-нибудь залогиниться в свободном мире, чтобы показать, какой адрес на самом деле будет после того, как мы залогинимся. Вот я пытаюсь понять. А, я знаю. Вот. Ой. А, ну да. Секунду. Вот. Значит, who. Да господи. Am I. Вот. Обратите внимание, что я залогинился, засыхался на какую-то внешнюю машину, и внезапно вместо адреса 10.0 сколько-то там мне говорят, что я присоединился с машиной в 188.44.42.214. Давайте посмотрим, посмотрим, что это за машина такая. Если тут есть, есть тут дик, есть. Минус x, вот эту вот штуку. NAD7, CS, MSU, RU. Как если бы я вышел в интернет вот с машиной с таким адресом. Вот. И тот факт, что нам подменили сетевой адрес, и тот факт, что здесь написано NAD7, как бы абсолютно прозрачно намекают нам, что на то, что имел в виду Алексей, что где-то произошла трансляция сетевых адресов. Вторая причина, по которой придумали NAD, это сокрытие внутреннего пространства, чтобы не было понятно, какова топология сети внутри вашей компании, потому что если известна топология, предположительно, можно существенно быстрее сеть взломать, если получить какой-то доступ. Третья причина состоит вот в чём, что вы можете вместо многих адресов, когда у вас очень много адресов внутри, выдавать внешний только один. И, в общем, почти никто от этого не будет страдать. Нет, первое в том смысле, что просто заменять один адрес на другой. А, ну да, то же самое, что и первый Алексей, вы правы, если один к одному. Ну, в общем, подмена сетевых адресов может быть не только внутренний на внешний, в смысле один к одному, но и много внутренних на один внешний, или много внутренних на немного внешних, как-то так. Кстати, у нас на факультете почти наверняка используется вот этот третий вариант, потому что NAD 7, опять же, как бы намекает нам, что ещё есть NAD 6, NAD 5, NAD 4. То есть многие внутренние адреса заменяются на немногие внешние. Вот. Любой провайдер интернета имеет энное количество натовых машин, которые маскируют все хостов, которые выполнены в письме. Ну, с очень большой вероятностью натовая машина – это ваша мыльница, которая у вас в углу висит дома, моргает лампочками. А вовсе не провайдер интернета, хотя бывает по-разному. Кстати сказать, если уж зашла речь об этом, в нашем виртулбоксе есть такой… Да, это базаль. В нашем виртулбоксе есть такой способ настройки сети, который называется NAD. Мы про него знаем, потому что потому что у нас в наших настройках всегда нулевой интерфейс подключен вот этому самому типу интерфейса NAT. Теперь нам, наверное, чуть больше понятно, почему он так называется, потому что когда мы запускаем когда мы запускаем нашу машинку, он сейчас… Что-то она не заработала. Ну ладно. Это я исправил сегодня скрипт, и он уже не работает. Вот бредятельно. Хорошо. Ладно, давайте тогда, давайте-то пользоваться, давайте-то пользоваться, раз уж это не работает, давайте пользоваться самим, этим самым, не нашими скриптами, которые я сегодня испортил. Так, что у нас есть? Непосредственно командами в VoxManage, да, ну давайте тогда так, и что там у нас было? Сакат, ой, Сакат. Вот, а порт у нас, сейчас мы порт узнаем. Но это, конечно, я удивительно, доелки-палки. Но ничего страшного. Вот, значит, а порт мы сейчас узнаем. Сервой порт… А, нет, ком порт. Во, 2301. Очень хорошо. 2301. Потому что он здесь указан. Вот он, 2301. Поэтому именно этот. Тут спрашивают, почему я присоединяюсь к CCP порту, а на самом деле это ком порт. Потому что VirtualBox устроен таким образом, что у него ком порт можно пробросить, консоль комовскую, можно пробросить по TCP куда-нибудь, и потом к ней коннектиться с помощью Саката. Так мы это делали последние, какая сейчас, восьмая лекция, седьмая? Последние семь лекций. Иначе бы нам было очень неудобно с этим всем работать, у нас бы копипаста не работала. Как вы отчёты шлёте? Понятно. Ну, в общем, нет, очень неудобно без копипасты и без вот этой штуки. Прям совсем неудобно. Поэтому я как-то уже давно забыл, что есть что-то иное. Хорошо. Тем не менее, давайте чуть ускоряться, иначе у нас вторая тема не заработает. Раз уж раз зашла речь о НАТе, когда мы говорим что-то типа DHCP, CD, ETH0, у нас появляется настройка нашего интерфейса ETH0, который, как мы сейчас слышали, является, тип его настройки, тип настройки этого интерфейса как раз обозначен здесь как NAT. Сейчас, где эта сеть? Вот, NAT. Видите? Значит, что это значит? Это значит, что сам VirtualBox где-то внутри себя имитирует сервер с адресом 10022. Вот он. Этой виртуальной машины не существует, но это делает VirtualBox. Внутри себя он имитирует наличие на этом сервере 10022 всевозможных, ну там, DHCP-сервер, например, мы про это еще будем говорить. И он, VirtualBox, имитирует там работу, собственно, трансляция сетевых адресов, потому что адрес 100215, который выдается нашей виртуалке, превращается во внешний адрес нашей машины. и весь трафик на самом деле идет вот отсюда. То есть 10022 это внутренний адрес на все это? Да. Как бы не существующий. Потому что это, ну, да. Ну вот. Значит, поэтому он называется NAT. Таких NAT-сетей, кстати, в VirtualBox можно сделать много. Просто это вот по умолчанию включено всегда и к каждой машине присоединяется своя. Мы это видели в прошлом домашнем задании, что если у нас несколько машин, у них абсолютно одна и та же адресация, потому что это два совершенно различных сегмента, почему бы не сделать одинаковые IP-адреса? Теперь, значит, у нас есть второй интерфейс. Это внутренний сетинг. Нет. Давайте мы сделаем еще одну машину. Хотя бы VB-snap работает. Вот. VB-snap. Alt-minimal. Ну, допустим, клиент. Нам кажется, сегодня нужно только... А, нет. Роутер. Int нет. Deep нет. Чего? VB-snap тоже. То есть, что-то, что-то, что-то все стабильно. Ну, хорошо, ладно. Давайте руками это сделаем в конце-то концов. Хотя, конечно, это не очень удобно. Я там много... Там три команды надо делать. Давайте мы его починим. Вернее, попробуем. Потому что вот это мне не нравится, что он сломался, что он только что работал. Мне кажется, дело в том, что он начал, что он окончательно перешел на русский язык. Этот самый в VB-snap. Секунду. Короче, у VirtualBox есть удивительное свойство. Он, кажется, умеет переконфигурировать файлы, меняя у них в настройках язык с одного на другой. Сейчас. И вот это... Мы с этим уже сталкивались в начале наших лекций. Мне казалось, я это все поборол. Но видите... Так, давайте попробуем его остановить. Неа. Так, в BoxManage ControlVM у нас называется SRV ACPI Power Down. Вот. Вот он остановился. Так, где он тут? это мы берем, удаляем. А, мы можем прямо и так ан-регистр SRVM BoxManage ан-регистр минус delete SRV. Тут я, те самые команды, которые мы и скрипты делают. 20. Давайте пробовать. alt-minimal SRV int нет. Заработало. Alt-minimal router int нет dip нет. Тоже работало. Короче говоря, вот это вот тот самый баг, который мы встретили на первой, что ли, лекции. Если запускать VirtualBox с русским интерфейсом, он в конфиге сохраняет настройки с русскими названиями конфиг. Allen Technology. Вот они обиделись на то, что я их командную строку назвал командной строкой нездорового человека. Отомстили мне на лекции. Как видите, команда, в общем, достаточно за себя говорящая, но вот с полпинка их из командной строки набрать довольно тяжело. Вот мы склонировали ее. Вот. Вот мы ее настроили. При этом, значит, здесь вот настраивается, как устроен наш компорт, что он на самом деле смотрит в TCP вот по этому порту. Как устроены наши адреса. Вот. А вот это страшная команда. Это маленький лайфхак, как передать название виртуальной машины внутрь виртуальной машины. Поскольку это сделать нельзя, я название виртуальной машины записываю в BIOS в поле вендор. Зато там изнутри можно проверить, значит, что в BIOS в поле вендор написано не протокайп, а, допустим, роутер, и что-нибудь на основании из этого сделать, например, хостнейм поправить. Там есть специальный сервис. Вот. Значит, ну и, наконец, клиент, который будет к дипнету присоединён. Давайте посмотрим. Intent. Да, спасибо. Вы внимательно следите за всем этим безобразием. Хорошо, давайте переделаем. Так. А, создайте вот что. Где там был int-net? Вон он. int-net. int-net. Intent. О! Вот так. Вот. Командная строка, которая всё это меняет. Давайте попробуем посмотреть. int-net, int-net, dip-net, dip-net. Теперь всё нормально. Спасибо огромное. А то бы я ещё тупил в этом месте. Вот. Окей. Значит, 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 запускаем, наконец. Это наш сервер. Вот. Это наш роутер. вот этот наш клиент. На сервере. мы хотим выпустить в интернет не только себя, но и соседнюю машину. мы помним, мы помним, как это делать. У нас был такой разговор под названием настройка интернета, и там мы делали волшебную командную строку, которая делала NAT, которая IP tables. Вот. Вот её мы сегодня сделаем, но посмотрим чуть более подробнее, как всё это работает, потому что разговор у нас сегодня проёт. Возвращаемся немножко к бла-бла, раз уж у нас всё заработало. Значит, когда-то давно можно было устроить NAT вообще без транспортного уровня, ну, поскольку это трансляция сетевых адресов, трансляция сетевых адресов можно было сделать на сетевом уровне. Даже был в IP-root 2 такая штука, как stateless NAT. Вот. Короче, оно не работает. И это, во-первых, только один к одному была подмена. Мы подменяли один IP-адрес другим, а потом другой первым, когда пакет возвращался. Вот. А во-вторых, это портило все пакеты любого уровня, в котором этот IP-адрес раньше участвовал и вычислялась контрольная сумма. Поэтому надо было всё равно перевычислять целую всю контрольную сумму вместе с IP-адресом. И, короче, всё это не работало из рук вон плохо. И главное, оно не решало задачу номер один, а именно странслировать много внутренних IP-адресов в один внешний, а потом каким-то чудодейственным образом догадаться, когда нам пришёл реплай на этот внешний адрес, какому внутреннему он принадлежит. Вот. её нету, потому что для... Сейчас я расскажу, почему её нету. То есть она есть, но в очень немногих случаях. Что нужно для того, чтобы работал над режима один в много? ну, давайте, давайте, прям его запустим. Это же у нас было на каком-то... Во, во, во. Да. Спасибо. Вот. Значит, давайте запустим эту волшебную программу и посмотрим, к чему это приведёт. Это приведёт к тому, что на интерфейсе этаж 0 весь выходящий трафик, какой бы IP-адрес в нём не был, будет заменяться на выходящий трафик, output. Будет заменяться на IP-адрес этого самого интерфейса. То бишь на... Тут ещё не написано. То бишь на 10.0.2.15. Минус L, кажется. Нет. Минус L. Вот. Пока что, поскольку соединений наружу не было никаких, всё вроде нормально. Давайте мы, допустим, запустим здесь... А, ротер у нас есть. Вот он. Давайте мы настроим IP-интерфейс, который ведёт к роутеру. IP-адр... Нет. Адр... Др. Вот. ETH1. У роутера настроим соответствующий интерфейс. Будет там 10.2.1.1.1. Вот. А только UP надо ещё сделать. UP. Вот здесь вот 1.1. Здесь надо ещё сделать UP на SRV. Вот. И у нас даже пинг сейчас будет идти. Пинг 10.1.1.1. Не идёт. О, идёт. Вот он пингается. Вот. Значит, не забудем сделать, чтобы наш SRV был маршрутизатором, что он перекладывал пакет из одного интерфейса в другой. это у нас sysctl нет ip4 ip forwarding forward всё нормально. Это tab. Tab сам делает всё, что нужно. Вот. Вот теперь, значит, по идее у нас должен отсюда ну, например, идти пинг. Нет, не пинг. Давайте мы сейчас спросим. Неткат. Так. Давайте мы посмотрим в домашнем задании правильный формат нетката. Нет, это было вот это домашнее задание. Там был страшный неткат, который я переписывал. да. Во. Вот он. Жух. Значит, давайте посмотрим, работает ли это сервера. Сервера это работает. Чего-то дальше, тем больше. Раньше страничка Яру была очень маленькой. Я специально ее использовал для этого. а теперь она выдает мне какую-то банку банку джаваскриптов страшную. Ужас. Не работает. Чего не так? А почему не так, кстати? Да вообще должен... А, я здесь сейчас. Конечно. джаваскриптов ну или бёрд, да. Ну, работает. Вопрос. Если у нас адрес нашего машины 10.1.1.1.1, как ее пускают в интернет? ответ. Ответ. Вот так ее пускают в интернет. Сейчас. А где у нас этот 10.1.1.1? наследил? Что-то я его не вижу. Давайте еще раз попробуем. Вот он сходил туда. О! Он просто заэкспарился. Пока мы тут болтали. Вот она эта запись. Смотрите. Значит, вот мы зашли с роутера на сайт 778855242 на порт 80 с исходного порта 38688 и с сайта 10.1.1.1. И в табличке было записано, ТОС 10.1.1.1 на 7.7 в pakai порт 80 был подключен, значит, было сочетано подключение. Мы поменяли адрес на внешний на 10 ну, на наш внешний на 10 02.15 на 10 02 короче, на наш внешний тут не написано какой на 10 02.2 А, нет вот он, я соврал на 10 02.15 поменяли и когда нам приходит обратное соединение ответ по нашему тиспи соединению с порта 80 на порт 38688 на адрес 10.02.15, на отсмотре в эту табличку, видит, что если соединение вот отсюда, вот отсюда, с вот этого порта, вот сюда, на вот этот порт происходит, то в действительности оно не сюда, а вот сюда. И происходит обратная подстановка этого адреса. Мужчизация происходит вот так. Да, он на самом деле не 10.02.15, потому что 10.02.15 это тоже интернет, там где-то еще один НАТО, потом еще один НАТО. Вот смотрите, это наш внутренний НАТО, это факультетский один НАТО, уже факультетский, 10.05. Это адрес моей машины, точнее это адрес марштизатора для моей машины. Это еще один факультетский НАТО, там внутри она еще погуляла, и вот только первый адрес из интернета, который не внутренний. Вот, то есть вот это преобразование адресов, минимум четырежды. Раз, два, три, и еще наши. Вот. Вот такие пироги. Для того, чтобы преобразование адресов вообще работало, нужно, чтобы кто-то отслеживал, какому потоку принадлежат соответствующие пакеты. Как вы понимаете, TCP и UDP отлично с этим справляются, особенно TCP, но UDP тоже, потому что там в прикладной протокол обычно вставляется, что если к вам пришел UDP-запрос с такого-то порта на такой-то, то ответ должен происходить с этого же порта на тот же. Сейчас, стоп. У нас с Януса шлюз на 10.002, так? Так. Нет, шлюз у нас 10.002. У нас есть вот этот внешний какой-то донат, допустим, третий уровень, где уже одна. Ну, где-то вот тут. Да. Он может с собой связывать несколько локальных сетей, во всем из которых может быть 10.002. Нет, он ничего не связывает. Да, это только подмена адресов. Ну, понятно. Ну, в смысле так. Если он подменяет адреса на нескольких локальных сетей. Так. И в нескольких локальных сетях есть один и тот же IP-адрес. Как вы понимаете, какой именно локальный адрес будет адресовывать пакет? Ой, локальный адрес. Нет. Как вы понимаете, не может быть в локальных, нердских, локальных сетях, которые видят друг друга одновременно, один и тот же IP-адрес. Мы с этим уже сталкивались, когда настраивали адресацию. Поскольку эти адреса вы раздаете сами себе, будьте аккуратны и не делайте так. То есть один НАТО обслуживает только сети, подконтрольные одному конгломерату системы администраторов? Ну, да, конечно. Один НАТО обслуживает только сети, подконтрольные одному конгломерату системы администраторов. И вообще один сервер так обычно устроен. Да, если он занимается каким-то сетевым сервисом. Иначе нам придется делать целую кучу упражнений, связанных с разделением отверстий. Ну вот, смотрите, тем не менее, ну вот про UDP я уже сказал, что UDP, ну вот да, вот тут Арсений напоминает, что есть еще одна задача у НАТО, и это НАТО один к одному, когда у вас есть два провайдера, и вы в последний момент выбираете, какой на самом деле IP-адрес выдать вашей машине. Вот это третья задача, про которую я забыл в начале лекции. ВАЦ. То есть вам, ваши внутренние хосты еще не знают, какой у них внешний IP-адрес. Это нужно выбрать в самый последний момент. Вот. Еще Димка Димка напоминает на то, что напоминает нам о том, что маскарад это такой... Не здесь. Маскарад это такой... Костыль небольшой. Вот. А в действительности эта штука называется source NAT, то есть когда мы заменяем исходный адрес пакета на некоторый внешний. Бывает еще destination NAT. Хорошо. Значит... Давайте мы дальше продумаем. Что еще можно занять? Помимо... Значит, про UDP я уже говорил. В UDP это свойство прикладного протокола. Отвечать по тому же порту, с которого пришел запрос. И на этом основании можно составить, ну, например, например, такое dig-x ну, или там dig-y.ru add 1111. Вот. Ответил. Давайте посмотрим, что у нас в контраке лежит. Да, это по UDP. Вот они, вот они два запроса полезли в UDP. Вот. Почему вообще можно было отследить поток в UDP? Потому что согласно протоколу DNS отвечать надо с того, тоже с 53-го, на тот же порт, с которого пришла датограмма. И мы знаем об этом. И там еще есть, там еще есть на самом деле серийный номер UDP запроса. А, нет, нету. он над любой протокол, в котором есть что-нибудь stateful, ловит и делает из него state. Например, ping. Давайте Yaru попингуем. ping вообще-то протокол уровня 3 сетевого. У него как бы стейта не должно быть. Но, где он там? Не вижу. Вот, вот он. У ICMP вообще-то протокол уровня 3, и там не должно быть никакого состояния. Но в пинге, в самом пинге, в пакете, есть серийный номер этого пакета, чтобы понять, на какой пакет нам пришел ответ. Этот номер можно запомнить. Можно запомнить, кого мы пинговали. Значит, source такой, destination такой, ping, ICMP request, идентификатор 1. Вот. И поехали. Вот. И поскольку, поскольку эти серийные номера, они меняются, просто со временем, по тайм-ауту. Потому что, видите, у нас вот этот TDP все висит и висит, хотя, в общем, мы давно уже ничего к DNS-у не ходили. Если чистить TDP, то у нас только считается, что мы поставили запрос, но мы не ставили ответ, что мы приписали, она сказала. Да, но это, нет, ну это может, но это должен быть очень большой тайм-аут. Вот. Вот видите, тут ID2, это был второй пинг. Вот это был ID1, первый пинг, а ID2, второй пинг. Ну вот, так примерно устроена, так примерно устроена вся вот эта вот, да, значит, идентификатором потомка является отправитель, получатель, там, порт, если у нас есть порты, и некоторый и некоторый идентификатор состояния, то есть нечто, что позволяет идентифицировать наш поток данных, в котором мы совершаем подмену адресов. Вот. Какая может быть, какая может быть проблема с этим связанная? Проблема может состоять в том, что sequential number, который генерируется, если у вас очень большой NAT, могут совпасть. NAT. У вас очень много клиентов, очень много TCP-запросов, и вероятность, что sequential number совпадут, она есть. А как клиент узнает о том, что это была хеш-функция? А как он узнает про TCP? В TCP есть понятие sequential number. Понимаете, да? Вы совершенно правильно говорите. А, да, и такая же фигня с совпадением source-портов. Такая же точно фигня с совпадением source-портов. Даже еще более частая, чем sequential number. Sequential все-таки большой, а порт там, особенно порт отправителя, это просто старшая половина, там 32 тысячи всего вариантов. Вывод. Давайте мы в идентификатор потока введем этот sequential number и будем его тоже помнить, source, а потом подменять самостоятельно, и потом подменять обратно на соответствующую сумму. Но мы все равно ретранслируем пакет. Но давайте мы в нем тогда и sequential number тоже будем ретранслировать. А во встречном не будем. Мы будем просто конкретно залезать в голову и в TCP пакет, смотреть, где там sequen, этот sequen подменять на свой, который гарантированно ни с кем не конфликтует. Будет уходить TCP, первая половинка соединения, будет приходить обратно там всякие аки с этим самым с увеличенным количеством. Мы это количество будем прибавлять к исходному и транслировать нашему исходному. Вот. Но на самом деле есть еще одна проблема. Да, в результате исходный sequential number знает только NAT, а потом он все время подменяет. Есть еще такая штука, как destination NAT. Destination NAT это ситуация, когда подмена IP-адреса происходит при получении пакета, а не при его отправлении. Идея состоит в том, чтобы, например, у вас один внешний IP-адрес и два сервера, например, HTTP-сервер и там, не знаю, почтовый. У обоих из них внешний IP-адрес один. Подключение снаружи происходит на один и тот же IP-адрес. И нам нужно сделать так, чтобы какой-то трафик уходил на один внутренний сервер, а какой-то другой трафик на другой внутренний сервер. Это уже совсем штука фейерволистая, поэтому мы здесь ее не рассматриваем. Вот. Хотя надо бы и рассмотреть. Давайте попробуем это переложить на ту лекцию, где мы будем изучать, где мы будем изучать, собственно, фейерволы. Но идея, в общем, примерно такая же. В народе эта штука называется проброс портов. Вот когда вы видите текст про проброс портов, это как раз destination nut. давайте все-таки попробуем это сделать. Сейчас, как бы это... Сейчас, так, значит, давайте мы запустим еще клиент. адрес у него 33, это 33, да, 11, нет, 22 достаточно, 222. вот ip default via 10.2.2.1. Теперь на рутере сделаем, поднимем этот интерфейс второй, который смотрит в 2.2, и дадим ему номер 10.2.2.1. и настроим forwarding. Вот. По идее, у нас сейчас клиент должен запингать 10.1.1.2. 10.1.1.2. не запингал. Что не так? А? А, нет, тут написано. пинг пинг нг 10.2.2.1. Так работает. Так тоже работает. Так не работает. Я считаю, что это сделано неправильно. А, мы же не настроили динамическую маршрутизацию. вот теперь должно работать. и даже, и даже, я думаю, заработает, смотрите, даже, думаю, заработает пинг какого-нибудь яру или что-нибудь такого. Давайте посмотрим. переслали туда, переслали туда, занятили, переслали в Яндекс, разнатили, переслали обратно. Посмотрим здесь connection tracker. Где там у нас ICMP? Вот он. Видите, 10.2.2.2. Посылал пакет туда, мы его запомнили. Ну, короче, вот вся та же ахинея. Давайте мы теперь попробуем сделать проброс портов в роутере снатовский. Вдруг у меня получится. Здесь этого нету, но вдруг получится. СНАТ. СНАТ. Нет, днат. Мне нужен днат. СНАТ мы уже делали. вот. Что здесь написано? Давайте мы это скопипастим, а на самом деле не скопипастим. Вот. Что здесь написано? Здесь написано, что при получении пакета с интерфейса этаж 1, то есть на наш адрес 10.1.1.1. По протоколу TCP на порт, ну, скажем, раз, два, три, четыре. мы должны поменять адрес на из внешнего, из нашего, на какой-нибудь другой. То есть, когда мы выходим в source NAT, мы наши все адреса меняем на один внешний, а когда мы делаем destination NAT, мы получаем на наш адрес что-то и раскидываем на внутренний. To destination, ну, допустим, сейчас, а точно это так? Проброс порта, да? 134-й порт, пакет переворачивается, превращается он в destination 10.2.2.2. Вот. По идее, если я все сделал правильно, у меня сейчас попытка присоединиться к роутеру по раз-два-три-четвертому порту должна привести к присоединению клиент по тому же порту, да? По тому же порту. Пробуем. NetCAD роутер 10.2.1.1.1 по раз-два-три-четыре порту. Та-дам! Смотрите, здесь мы присоединились к роутеру по раз-два-три-четвертому порту. Роутер наш взял все за NATIL. Вот это соединение. В данный момент оно установлено. Соединение от 10.1.1.2 к 10.2.2.2 подменяется адрес. Короче, вот. Таким образом мы можем раскидывать входящий тратчик на несколько внутренних интерфейсов, на несколько внутренних машин с помощью source-нар. Вот. Хочу заметить сразу, что еще раз, не сразу, потому что я делал уже это несколько раз сегодня, что соответствующий курс лекции это целый семестровый курс по межсилым экранам. В одну или даже в две лекции у нас будет еще одна лекция по фаерволам. Это, конечно же, не умещается. Но, тем не менее, как видите, несколько страшноватыми командами, но мы заставили работать и source-нар, и destination-нар. То есть много в один и один в много на основании того, какой именно порт у данного TCP-трафика. К сегодняшней теме это имеет такое же отношение, что мы определяем поток, который нам надо занять или разносить, по некоторому идентификатору трафика. Самый простой способ это в TCP посмотреть. Чтобы закрыть эту тему и начать следующую, есть такая проблема в безопасности интернета, которая называется Synvlutatak. Дело в том, что TCP-соединение это довольно такой ресурсоемкий механизм. Помните, трехуровневую рубку-пожатие к вам подключаются, вы биндитесь, запускается процесс, он что-то лиснет. Пока он лиснет, он отсылает синаг, он дожидается ак с той стороны. Короче, вот это вот всё. Целый буфер под это выделяется. Представим себе, что мы хотим положить некоторый вражеский сервер, или наоборот дружественный, просто ради, в виде дружеской шутки. Мы берём, пишем программу, которая делает миллион безмысленных син-запросов на этот сервер в секунду. На этом сервере возникает миллион TCP-подключений, и они ждут миллион таймаутов. Ну, по крайней мере, каждый из них ждёт в течение целого таймаута. Понятное дело, что если долго так делать, то всё отвалится, и всё отвалится, и ваш сервер просто ляжет. Как защитить сервер от такой атаки? Надо между ним и внешним миром поставить ещё одно устройство, которое ничего не умеет, только умеет фаерволить. И делает это бесконечно быстро. Сервер он сервит, там, веб или ещё что-нибудь, а фаерволк фаерволит. Можно, если вы не боитесь вот такого рода такого рода denial of service, да? А в чём проблема просто при определённом, ну, фиксация определённого количества пакетов, блокировать получение? Потому что ваши пользователи не смогут воспользоваться вашим сервисом. Denial of service. Нет, я просто данного айпишника. Тем, что данных айпишников тоже будет миллион. Ботфермы, ботфермы именно для этого придумали, да. Тут слово DOS, надо, конечно, было DDoS сказать, но это, ну, вы поняли. То есть вопрос, опять-таки, верный, что если, атака происходит с одного и того же айпишника, его можно просто заблоклистить вовремя, и вот с помощью специального тоже софта. Но, понятное дело, что, как бы, на каждый DDoS существует хитрый DDoS. Вот, межтеевой экран, ваш фаервол, можно научить делать следующее, частично проксировать TCP-соединение. То есть, он сам примет син, сам ответит синаг, сам примет ак с payload, и после этого проиграет син, синаг, ак с payload вашему серверу. Естественно, там будут другие какие-то циферки, потому что ваш клиент не знает, какой был sequential number у той стороны, но все равно мы проксируем, все равно проигрываем это соединение. Соответственно, вот этот миллион синагов, вернее, синагов упадет на ваш фаервол, этот фаервол их смело проигнорирует, загонит в торпид, там заблэклистит, еще что-то, а только успешный син, синаг, син пилот проиграет вашему серверу. Фишка стоит в том, что в этот момент никакого пилота еще не передается, и поэтому это можно сделать в любом месте. Что? Почему фаервол не делит? Потому что фаервол специально так устроен, чтобы не ложиться в этом месте. Больше ни почему. Ну, например, этот джунипер, большой, толстый, за 90 тысяч зеленых денег. Это маленький. За 90 тысяч это маленький. Такие дела. Значит, еще одна тема, на которой у нас есть полчаса, на самом деле 20 минут, да, мы постараемся в нее по-быстрому потыкать, это введение в обработку трафика. Значит, это тоже тема из курса мешцевые экраны, она тоже на целый семестр, просто вот посмотрите, как выглядит how to. А, это еще маленький how to. трафика. В общем, фишка, почему я упоминаю обработку трафика в лекции по TCP, ну, по TCP в данном случае, состоит в том, что представим себе, ну, задача, задача трафика условно шейпинга, состоит в чем? В том, что к вам приходит множество каких-то пакетов, и вы хотите, чтобы эти пакеты уходили, ну, условно говоря, честно из вашего сетевого устройства. Например, всем бы понемножку досталось пропускной способностью вашего интернет-соединения. Вопрос, кому всем? Примитивный ответ. Всем айпишникам. Окей, если всем айпишникам вы что делаете? Вы берете все айпи-пакеты, просто все, складываете их в большую очередь, и потом из этой очереди начинаете с известной скоростью их отщелкивать по дну. В чем проблема? У вас есть два клиента, один передает гигамейт, а другой пытается по Secure Shell зайти. То есть, один передал миллион пакетов, а другой передал один пакет. Тот, который пытался зайти по Secure Shell, плюнул заходить по Secure Shell, взял дубину и пошел искать системный администратор. Так делать нельзя. Нужно делать какую-то более хитрую честность, которая равномерно распределяет трафик не между айпишниками, а между чем? Между потоками данных. И тут опять вылезает TCP как первейший из способов определить, а что за поток данных. вот так. Вот. Ну, я тут немножко забежал вперед. Значит, объяснение такое, что, во-первых, пакеты надо баферизовывать и складывать их в очередь, потому что, если у вас пропускная способность внутренней сети и внешнего соединения разные, то попытка завалить гигабит, превратить гигабит в мегабит приведет к 99,9% пати. Вот. Второе, что у вас есть, это то, что я сейчас описал, различного приоритета трафики по типу Type of Service выставляется. Вот. Третье, это что вы пытаетесь сами приоритизировать этот трафик, например, разрешить ССХ более высокий приоритет, чтобы маленькие пакетики проходили, а какую-нибудь закачку понизить приоритет. Или со временем понизить, то есть там первые несколько килобайтов быстро, а потом все медленнее. Вот. Кстати, интересная тема это как работает Secure Shell, который сейчас TCP dump dump сейчас у нас Secure Shell тут есть? Есть. TCP dump минус E ZH1 минус VV хватит VV Вот давайте мы зайдем по SSH 10 1 1 2 минус L root На наших виртуалках разрешен парольный заход root по SSH не делайте так никогда. Никогда. Если вы видите человека, который делает SSH root что-то и вводит пароль, в общем, бегите от этого человека и не пользуйтесь его сетевыми инфраструктурами. Заходить root можно, но только по ключу. А уж если у него пароль, как у нас root, то вы не успеете от него убежать. Смотрите, давайте посмотрим, что нам выдал SSH, что нам выдал speedamp. Speedamp говорит, что вот у нас SSH traffic, видите, обмен ключами, еще что-то. Давайте мы что-нибудь, какую-нибудь командочку введем. Да. Вот она. Туда, сюда. Вот. Обратите внимание на тип что, надо было VV, а я VV же сказал. А, вот, Type of Service. Что? Громче? Конечно, конечно, как еще? Все работает на себе. Вот, смотрите, поле Type of Service равно 48. Сейчас мы не будем, можете посмотреть подробно в документации, что он означает, но я вангую, что это означает, что это как бы маркер короткого пакета, который достаточно высокоприоритетный, потому что это терминальный доступ. Теперь давайте вместо CZH выполним какой-нибудь из цепы. как видите, он довольно быстро скопировался, хотя ядро довольно большое, но обратите внимание на то, что пакеты теперь имеют Type of Service 0.20, а не 0.48. CZH хитрый и устроен таким образом, что он сам подставляет вот в это поле нужный Type of Service в зависимости от того, это интерактивные пакеты, которые надо быстренько обрабатывать, а не маленькие. Или вы запиндёрили туда какой-то поток здоровенный, и тогда эти пакеты становятся большими, и вообще-то их не надо обслуживать так быстро. Это просто чёткий порядок соответствия типу пакета и Type of Service. Да, в данном случае да, хотя протокол один и тот же. Понятное дело, что вот эта задача выстраивания из входящего трафика какой-то очереди и потом скармливает его трафика наружу, она всевозможными дисциплинами обросла. Нету единого способа это сделать. Вот. Вот дисциплины организации одной очереди, которые поддерживаются ядром. Что? Это не совсем Firewall, потому что это та часть ядра Linux, которая не связана с нетфильтрами. Это Traffic Control часть TC. Подсистема TC ядра. Да, она постоянно активна. Более того, она вообще всегда активна, мы сейчас это увидим. Вот. Так вот, смотрите, даже обычных классов, то есть одна очередь на выходе, и то может быть вот таких разных видов. Видите? Их довольно много. Из которых раньше использовалось так называемый PFO, first in, first out, просто очередь, пакет входит, пакет выходит. Пакет входит, пакет выходит. Зачем нам нужна очередь? Чтобы когда у нас входит миллион пакетов, они потом по одному медленно выходят. Ну как выходит? Медленно. Как медленно? С той скоростью, с которой ваша среда передачи данных способна это делать. Вот. Но миллионы когда-нибудь закончатся. Соответственно, вот. Но может быть и деревья очередей, классовые очереди. Классовые очереди нужны для того, чтобы приоритизировать различный трафик. Чтобы у вас в одну очередь вставал вот тот самый ССХ, например, в другую там тот же ХТТП, в третью вообще какой-то трэш, ну и так дальше. Вот. И тоже их видеть, этих классовых очередей, большая куча. Ну как большая? С полдюжины, даже с десяток, я бы сказал. Это всё умеет и ведро линукс. Вот. Тут есть интересная проблема, которая, кстати, связана именно с тем самым, с тем самым, с тем самым стандартным классом, который называется PFO, по-моему. Вот. проблема называется bufferbloods. Bufferbloods это ситуация, когда вы соединяетесь с каким-то удаленным сервером и на каждом муфортизаторе у вас вот такая вот фигня с буферизацией. Накапливаются пакеты и это потихонечку отдаётся. Накапливаются, отдаётся. Пока они накапливаются, они не отдаются. Один буфер забили, другой буфер забили, третий буфер забили, таймаут подождали, дальше начали отдавать. Канал, может быть, и полностью используется. Время задержки увеличилось. Как говорил автор, автор этого самого, вот этот автор. Ну, это же, по идее, все идёшь на работы, по-хорошему на пределе возможностей, то есть, как раз, те... Сеть должна работать на пределе возможностей. Она и будет работать на пределе возможностей, но в ситуации, когда вы эти пределы не выжираете, вы внезапно сильно замедляете скорость передачи данных за счёт буферизации. Потому и буферблот. Кто-то, где-то было цитаты, что это замедление сети с помощью инструментов убыстрения сети. Вот. Буферблот. Ну вот. Значит, поэтому в какой-то момент отказались от тупой очереди и придумали дисциплину, которая называется кодель. Кодель. Этот кодель сейчас по умолчанию, если мы сейчас скажем вот здесь, допустим, роутеру tc qdisk show, вот, он нам скажет, что на всех интерфейсах, естественно, кроме этого самого лубэка, на котором никакой, не нужно никакой повышения эффективности, как раз используется по умолчанию дисциплина FQ-кодель. FQ-кодель, это алгоритм кодель, он довольно сложный, поэтому я просто сошлюсь на Википедию. смысл алгоритма кодель в том, что у вас очередь устроена таким образом, что вы стараетесь, чтобы каждый пакет в ней сидел не более чем по умолчанию 5 миллисекунд, а потом сразу отсылался. А если там какое-то переполнение, то вы будете из этой очереди пакеты выбрасывать, но не из каждой очереди, а только из так называемых плохих, а критерий плохости там есть тоже какой-то. То есть выбирается очередь, выкидывание пакетов из которой приведет к наилучшему результату, она объявляется плохой. Хрен знает. Почитайте статью, там действительно не самая простая логика, но идея стоит в том, что мы стараемся с помощью алгоритма кодель стараемся организовать так, чтобы пакеты не простаивали в них. И тогда не будет соответственно буферблота. И вторая фишка это fair qin, это про то, что я говорил в начале, что равномерное распределение пропускной способности по потокам данных, чтобы не получилось так, что кто-то какой-то толстый поток зажирает все ресурсы, а тонким потоком не хватает. Или там часто пакеты насылает, а кто-то редко насылает. Кодель еще умеет вместо того, чтобы выбрасывать пакеты, а мы знаем, что можно из очереди пакеты выбрасывать, и тогда TCP с той стороны схлопнется окошко, он умеет в ECN, вот мы про ECN говорили, explicit congestion notification, то есть он умеет, видя, что очередь большая, начинать вместо того, чтобы выбрасывать пакеты из плохой очереди, генерировать ECN notification на отправителя со словами ты тут меня заспамил, и я сейчас тебя буду выбрасывать. Вот. Этот самый кодель, он практически неуправляемый, в том смысле, что в нем есть какие-то числовые параметры, но их лучше не трогать, оно и так всегда работает. Вот. Мы можем, это первый пример, который мы точно сегодня успеем. Я что-то понимаете, это работает на такие штуки? Ну, ну, да, как правило, ну, смотрите, по современному линуксе довольно много такого рода вещей разрабатывается корпоративно, какой-нибудь IBM очень любил такие вещи, Intel такие вещи очень любил, кто-то им еще Microsoft довольно много вкладывает в ядро линукс, я просто, ну, это не три самых крупных, на самом деле, игрока, много людей, но, в принципе, линукс-ядро вообще так устроено, что любые научные исследования с успешным результатом, в ходе это чисто линуксовская штука? Нет, кодер это алгоритм, но просто это именно алгоритм, да, у него есть теория, его же надо эту теорию где-то реализовать, и как вы думаете, как вы думаете, какая была первая операционная система, где ее реализовать? Это было сделано в ядре линукса, я говорю, ядро линукс это такая удобная площадка для экспериментов, а если они завершились успешно, они еще там и останутся, процентов 80 того, что сделано всякого хитрого в ядре линукс устроено именно так, какой-то проект, который сначала сочетал в виде патчей, его немножко привели в соответствии к полисе, и оно теперь в ядре. Конечно, вот, немного, потому что у нас не очень много разработчиков, но есть кое-какие штуки такие более-менее тоже внутриядерные. Просеть, ну там просеть тоже были, но нет, слишком много сетями мы не занимаемся, у нас просто нет таких проектов, которые бы мы об этом делали. Вот, значит, мы с вами познакомимся, в ближайшие у нас осталось вообще-то пять минут, но все-таки я выжжу, как обычно, чуть больше времени. Мы с вами познакомимся как минимум с двумя другими дисциплинами, одна из которых, самая интересная, вообще не является дисциплиной, это не творог-эмулятор. Это штука, которая позволяет вам сымитировать пропускную способность сети, задержки в ней, потери, порчу и дупликейт пакетов. Она называется, так и называется, не тем. Если мы, значит, ну тут есть еще статистика, но я ее не буду показывать, статистика показывает, что у вас вообще происходило на интерфейсах, сколько пакетов было передано. если вы возьмете вместо дефолтной дисциплины, ну вот давайте за флутпингом наш 10.1.1.2. Флутпинг, если кто не знает, это посылка, в данном случае, тысячи пакетов по протоколу ICMP с максимально возможной быстрой скоростью. Видите, все тысячи получились за 414 миллисекунд задержка составила одну десятую миллисекунду. Одну десятую миллисекунду. Давайте мы теперь налепим на интерфейс ETH1 налепим раундтрип, да. Да, да, раундтрип. Налепим дисциплину вместо QDISK, вместо FCOCODIL, не тверк эмулятор. И скажем этому ETH1 аккумулятору, что у него задержка в 400 миллисекунд. 400. Пробуем пинг. Сразу скажу, что лучше сделать не тысячу, а сто, потому что это будет выглядеть вот так. Вот мы отослали флудом эти сто пакетов. Видели, точечки вправо росли, потому что мы еще не приняли на них ответы. они торчат в очереди и с дилеем 400 миллисекунд присылаются. И вот в конце концов мы их приняли. Обратите внимание, вот она задержка. Раундтрип теперь составил 400 миллисекунд. Почему 400 миллисекунд раундтрип? потому что на прием мы не ставили задержку. Это, кстати, одна фишка, которую я забыл рассказать. Шепить исходящий трафик имеет много смысла. Шепить входящий трафик не имеет смысла никакого, потому что вы его уже получили. В очень редких случаях есть юзкейсы, когда нужно шепить входящий трафик, но как это ты не хочешь шепить входящий трафик. Это что касаемо ну вот помимо задержки можно давайте сейчас еще какую-нибудь другую командочку выполним. Только надо сначала удалить соответствующую дисциплину и давайте поставим потери. Потери 10%. 10% пикт лосс. Исходящего, исходящего. Вот видите эти точки? Это пакеты, на которые мы не получили подтверждения. Ну 8,9 потому что там статистика расходится. Что? Что 9,11? Ну почему 9,11 пакеты мы получили, а не 9,11? Потому что 10% пакет лосс. А, ну не каждый же десятый. Это было бы тупо. Вероятность. Равномерное распределение. Короче, вы меня поняли. Кстати, после того, как мы удаляем соответствующую дисциплину, мы внезапно там перевозникает старое. Значит, чего я не рассказал и не расскажу, потому что времени нету и не было запланировано, это про классовые дисциплины, которые называются, например, HTB, вот, где у нас можно сделать несколько очередей, каждый со своей пропускной способностью, в каждую из этих очередей поставлять разного рода трафик, потом все это слить в одну, да еще и с приоритетами. ну, у нас выходящий интерфейс один, ну, как бы, вот у вас несколько очередей, которые по каким-то правилам на выходе, да, 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 совершенно справедливо, вот, но мы с вами все-таки поговорим, например, про TBF, он самый простой из шейперов, просто, чтобы посмотреть, как это работает, как это работает, значит, что такое токенбакет, вообще, как бы, откуда здесь токенбакет, значит, когда вы занимаетесь сложным, сложным преобразованием трафика, вы не можете просто сделать очередь и потом из нее все выкидывать, у вас есть очередь входящих пакет, потом каждый пакет получает себе токен на отсылку, и отсылается. Этих токенов ограниченное число, они лежат в ведре, пакет берет из ведра трокен и пошел отсылаться. С этими токенами потом можно работать, в них можно вводить приоритет, но вот TBF, самый простой интерфейс, самый простой механизм, он просто входит и выходит, получает и выдаёт. Зачем это нужно? Чтобы можно было эти токены в какой-то момент перестать выдавать, и у вас бы ограничилась входная способность, и дальше будет их скармливать. Очередь у TBF может быть либо по объему трафика, либо по задержке. В принципе, одно из другого вычисляется. Понятно, что размер очереди вырастет, в конце концов, через какую-то задержку до какого-то определенного объема. давайте попробуем выдать команду IPRF на сервере. Сервер запустим IPRF3 минус 4S IPV4 сервер. Вот. На клиенте запустим IPRF3 минус C4 на сервер 10.1.1.2 измеряет производительность. А что-то оно не работает. Это без разницы, мне кажется. А! Это с разницей. Вот. Как видите, очень неплохой производительность. 4 гигабита 2 гигабита в секунду примерно дает измерятель нашей сети. Робанс. Теперь давайте нашепим ее. Налепим на нашу на нашу на интерфейсе этаж 1 токенбакетфильтр с ведром и жетонами. Вот. Он будет он будет ограничен задержкой в 400 миллисекунд. вот. Такого будет размера очередь. Что? Да, естественно. Это примерно оно и есть. Да, 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 да. Примерно это оно и есть. Вот. Ограничим его одним мегабитом. Вот это важно. Нужно указать еще... Есть алгоритмы, которые автоматически подстраивают эти параметры, причем это уже настолько запредельная штука, что даже в курсе по межсистем экранам вам про них не расскажут. Вот. Это надо самому читать. Вот. Обязательный параметр для такого рода дисциплин это размер, объем входной очереди, burst. Потому что если burst сделать очень маленьким, у вас все пакеты будут просто выбрасываться. Вот. И давайте попробуем посмотреть, с какой скоростью это будет работать. Вот, пожалуйста. Пока буфер наполнялся, был мегабит, потом он забился, потом он... Ну, короче, вот. Вот вам шейпер. Значит, вот это шейпер, вот это имитация плохой сети, там есть репиты и все остальное. Вот тем людям, которые делают курсовую по всяким технологиям, это вот просто то, что нужно. Вот. Ну и, наконец, для того, чтобы закончить, и так я уже на пять минут вас задержал, но я, правда, тупил вначале. Есть популярная, простая дисциплина, которую мы не трогали, это прио. Тут ее, кажется, нету, а вообще она есть. Приоритетная очередь. приоритет прио нету. А зря. Значит, очередь, дисциплина прио, она, это такая вилка с несколькими входными, несколькими входными очередями, одной выходной, а входные очереди просто по type of service или по какой-то фильтрации определяются. то есть вы говорите, вот, пожалуйста, наиболее паритетную очередь такой-то фильтр, менее паритетная такой-то, метод приоритетной такой-то. Сейчас давайте это я просто покажу где-нибудь вот здесь. Вот, вот, тбф, вот прио, сейчас покажу. просто она самая простая в использовании. Вот. Вы просто включаете по какому-нибудь фильтру какой-то, ну, как бы, что? Нет. Это какой-то, какая-то, какая-то, какая-то самодельная керексовская, кересковская, какой-то кересковский самодельный движок, который форматирует именно маны красиво. Бен, бен, бен. То есть вы указываете такой-такой-такой-такой-такой, да дальше к каждому прилагайте фильтры. Про фильтр мы уже не успеваем поговорить, извините, в доке они есть. Вот. И наиболее популярные, наиболее популярные из сложных очередей это хтб. Вот. Тоже токенбакет, только иерархил. То есть вот тут уже жетоны в полный рост. У вас есть краевые входные очереди, каждый со своим ведрышком. Они объединяются в большую очередь, из которых можно заимствовать трафик, если соседняя очередь не выжирает трафик. То есть вот у вас есть два килобита, один килобит на одну очередь, другой на другую. Но если другая пустая, то можно и два. Но потом она приходит и ей отдают килобит. И всё это объединяется трубопроводом в один выходной. Это уже прям такая мудрость-мудрость. Документации по ХТБ страшные и ужасные. Нет, не страшные и ужасные. Вполне себе красивенькие. Кажется, я сказал всё, что хотел удивительным образом. Вот. А, вот она. Вот она. Перио. Простая приоритизация. Я забыл назвать слово. Значит, в домашнем задании будет настройка НАТО, СНАТО и Шейпера. И я его не написал, потому что, когда я начал писать, выяснилось, что получилось сложно и непонятно. Я хочу подумать ещё, чтобы не было слишком сложно. Такое ощущение, что придётся вам прочитать также и про фильтры. Но это совсем не сложно. Сейчас я покажу ссылку. Фильтры. вот они. Ой, что-то у меня не работает. Ну, ладно, тут есть МАНТО-С, где-то МАНТО-С. Вот они. Нейминг, пора мне-то раньше. Это очереди. Это фильтры. Как правило, используется фильтр вот этот U32, потому что вы просто указываете свойства пакета, которые мимо вас проходят, которые нужно перенаправить в соответствующую очередь. Ну вот, в общем, я посмотрю, как сделать так, чтобы задание было не слишком страшное и будет домашнее задание. Всё, я выжрал много времени. Если есть вопросы, задавайте. Вопросов нету, ну тогда всем спасибо. В следующий раз у нас, сейчас скажу, что в следующий раз у нас прикладной уровень. Да. Возможно, в следующий раз мы будем наконец-то научимся настраивать виртуалки не руками, а с помощью конфиг-файлов. А то надоело уже. Вот. Всё, на этом всем спасибо и до новых встреч. в следующий раз. Продолжение следует...